Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я обещал делиться с вами инвестиционными идеями. Недавно я сделал себе новый брокерский счет, ваш финансовый аналитик на рынке международном, и буду делиться с вами инвестиционными идеями не только на российском рынке, но и на международном. Сейчас давайте посмотрим, какие открытия брокер предлагает инвестиционные идеи на текущий момент. Переключаюсь на экран. Вот я захожу в свой личный кабинет, здесь аналитика, инвестиционные идеи, актуальные обзоры рынков. Вот, соответственно, здесь есть статистика по закрытым инвестиционным идеям. Инвестиционные идеи текущие. АО «Газпромнефть». Горизонт инвестирования на 6 месяцев. Открывать. Покупка инвестиционной идеи от даты обновления, от 25.02, то есть от вчерашнего дня буквально. Покупка «Газпромнефть». На международном рынке «Вэлс Фарго энд Компани» покупка. Идея была обновлена 21.02.2019 года. Срок инвестирования 12 месяцев. Доходность потенциальная 20,94% годовых в валюте. Сейчас позиция открытия позиции, цена открытия позиции 49.81, вы видите. Цена последней сделки 49.61, то есть можно сделать выгоднее. Сейчас покупка в настоящий момент, ближайшая цель 60 долларов. На 12 месяцев рекомендуют открывать. И вот еще очень интересная идея, на мой взгляд. Смотрите, Credit Suisse Group. Credit Suisse Group – это глобальный финансовый рынок. Покупка по 11.9 доллара. Цена последней сделки 12.03, то есть они уже подросли немножечко, уже не так выгодно. Идея от 20.02, это идея уже неделя. Потенциальная доходность 28.01. Ну, в настоящий момент, как вы понимаете, потенциальная доходность уже снижена, потому что цена немножечко подросла. Срок горизонта инвестирования 12 месяцев открывать. Давайте посмотрим, что это за идея. Ну и да, последняя идея, которая была, вот я не стал рассказывать про нее. Солерс Финанс. Облигации, покупка облигаций Солерс Финанс – это автомобильная компания, которая занимается, российская автомобильная компания, которая занимается выпуском автомобилей. И, насколько я понимаю, они участвуют в проекте вот этом Аурус. Горизонт инвестирования 3 года. Доходность минус 0.99, не знаю. Наверное, сейчас непотенциальная все-таки. Вот. Ну, я не стал говорить, потому что, ну, во-первых, это облигация, во-вторых, более чем как бы сомнительно для меня, потому что сейчас цена открытия позиции 101%, ближайшая цель 100%. Вот. Ну, соответственно, там доходность, купонная доходность, там, по-моему, в районе 10% по этим облигациям. Ну, мне показалось, что это не очень. Вот. Кредит Swiss Group. Вот, очень интересно. Дело в том, что это крупнейший банк Швейцарии. Покупка акций и расписок кредит Swiss Group по цене 11.9 с целью 15.4 за акцию. Нет, к сожалению, здесь нет, здесь нужен доступ на глобальный рынок. Хорошо, возвращаемся к инвестиционным идеям. Кредит Swiss – это международный фондовый рынок. Wells Fargo. Тоже неплохая доходность планируется. Wells Fargo – диверсифицированный финансовый институт, преодолевающий банковские, предоставляющий банковские инвестиционные, страховые, лизинговые и потечные продукты. Компания организована в 1852 году, работает через банковские отделения, магазины, интернет и другие каналы по всей Северной Америке. Wells Fargo входит в топ-3 коммерческих банков США по размеру активов и является лидером по объему депозитных вкладов. По результатам отчетности Wells Fargo за четвертый квартал ИПС составила 1,21 доллар против 1,16 годом ранее. Рентабельность собственного капитала достигла 12,9, 12,5 годом ранее. Норматив достаточного, достаточность базового капитала составляет 11,7% и превысил собственные цели банков 10%. Ну, то есть, все хорошо там. Также Wells Fargo объявила о повышении дивидендных выплат на одну акцию. При текущих уровнях цен акций дивидендная доходность Wells Fargo среди самых высоких по банкам с большой капитализацией. На наш взгляд, наиболее важным событием для Wells Fargo в 2019 году может выступить снятие регуляторного запрета на прирост активов, что будет положительным катализатором для стоимости акций. До этого момента инвестиционная привлекательность Wells Fargo поддерживается за счет высоких дивидендных выплатов и органического роста чистой прибыли, где не последнюю роль играет дальнейшая реализация программы сокращения издержек. Ну, вот, собственно говоря, вид сделки покупка, цена открытия позиции 49,81, цена последней сделки 49,61. То есть сейчас она немножечко на более выгодных условиях. Wells Fargo, значит, смотрим, какой у нас тикер стоит. Входит в S&P 500, это естественно. V, F, C. Переходим сейчас к биржевому терминалу. W, F, C. Ищем. Wells Fargo & Company. На бирже SPB они есть. 49,69 стоят. Давайте посмотрим график в другом масштабе немножечко. Вот, ну, утверждается, что они могут вырасти до 60. Торги прямо сейчас идут. Давайте посмотрим, что у нас в стакане. Так, ну, я могу на небольшую сумму купить их. Давайте-ка я поставлю на заявочку, где она у меня встала. Сейчас посмотрим. 49,63. Вот она у меня стоит. Ну, посмотрим. Давайте все-таки возьмем их, что ли. Ну, купится, значит, купится. Не купится, значит, не купится. Так, ну, остальные инвестиционные идеи вы видели. Соответственно, по Газпром и нефти. Да, Wells Fargo кажется привлекательным. Ну, вот я поделился с вами текущими инвестиционными идеями. Они на долгий срок, там 6-12 месяцев от открытия брокера. То, что они рекомендуют и на международном рынке, и на российском. Надеюсь, это будет кому-то полезным и интересным. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий. Да, поставьте лайк, пожалуйста. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...